Устали от жары? Скоро все закончится. Синоптики рассказали о грядущем похолодании. Об этом и не только расскажу уже в ближайшие минуты. Это Бюро новостей Довича. Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Трагедия в Кирово-Чепецке. Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Спасти ребенка не удалось. Еще одну улицу в Кирове перекрыли из-за реконструкции теплосетей, где проехать уже нельзя. Расскажем. Ждать транспорт теперь гораздо приятнее. В Кирове ремонтируют установки. 21 обещают обновить до конца года. От полутора до двух тысяч рублей тратят на поход в ресторан «Россияне». Это данные социологического опроса. А сколько оставляют в общепите кировчане? Узнаем. Трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома в Кирово-Чепецке. По данным ОМВД по региону, мальчик ненадолго остался без присмотра матери, залез на подоконник и навалился на москитную сетку. Конструкция не выдержала вес ребенка. Мальчик упал с высоты пятого этажа, получил множественные травмы, от которых скончался. В полиции напоминают. Не оставляйте детей без присмотра. Используйте вертикальный режим проветривания. Не ставьте мебель рядом с окнами. Только в летний период текущего года зарегистрировано 12 случаев выпадения детей из окон, 3 из которых закончились смертельным исходом. ОМВД России по Кировской области напоминает. Не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время. Не разрешайте детям играть на подоконнике. Исключите возможность того, чтобы дети самостоятельно могли на него взобраться. Используйте специальные ограничители. Не разрешайте детям самостоятельно открывать окна. В Кировской области тушат сразу 6 лесных пожаров в Кирсинском, Кельмесском, Немском, Дубровском, Шабалинском и Лузском лесничествах. Об этом сообщили в правительстве региона. Большинство возгораний локализированы. Прекращено распространение огня в Кирсинском и Кельмесском лесничествах, а также в Немском районе. В Шабалинском и Лузском районах борьба с огнем продолжается. Общая площадь пожаров более 6 гектаров. В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить в региональную диспетчерскую службу лесоохраны по телефону 64 34 28 38 20 92 или 112. Устали от жары? Уже скоро будет легче. По прогнозам синоптиков, аномальная жара сохранится в регионе до конца этой недели, а после похолодает. В Кирове в предстоящие выходные столбики термометров местами поднимутся до плюс 32 градусов. Будет преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 14 метров в секунду. По предварительному прогнозу гидрометцентра уже на следующей неделе жара спадет до 22 градусов. Местами пройдут дожди. А в конце августа ожидается всего до 15 градусов тепла. 21-22 августа еще продержится жара. В юго-восточных районах сильная, 35 и более градусов. 22 августа днем пройдут кратковременные дожди. В северо-западных районах возможно сильные. 23 августа жара спадет до 22-27 градусов. И к концу следующей недели предварительно максимальная дневная температура ожидается около 20 градусов. Движение транспорта по улице Загородной перекрыто. Об этом сообщили в администрации города. Там начались работы по реконструкции теплосетей. Ограничения вступили в силу и будут действовать до 30 ноября. Автовладельцы не смогут проехать по участку от пересечения Загородной и Пятницкой до поворота к зданию номер 5А по улице Загородной. Автомобилистов просят учесть эту информацию и заранее планировать маршрут. На заслуженный отдых раньше. Некоторые депутаты Госдумы предложили вернуть прежний пенсионный возраст. 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Авторы инициативы считают, что в 2018 году пенсионный возраст не нужно было повышать. Вместо этого в России стоило усовершенствовать механизм финансирования страховой пенсионной системы. В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсионный возраст повысили до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев объяснял изменение демографической ситуации, ростом числа пенсионеров и снижением доли работающих россиян. А вот что говорят кировские депутаты по поводу возраста выхода на пенсию. В Кирове до конца года приведут в порядок 21 остановка общественного транспорта. Семь объектов уже приняты в эксплуатацию, рассказали в мэрии. Сейчас работы проводят на остановочных площадках по улицам Павла Корчагина и Филатова. Подрядчик подготовил основания для укладки асфальтобетонного покрытия. Также частично обустроены подходы к пешеходному переходу и остановке. Уже скоро работы там завершатся. Также в ближайшее время будет заключен муниципальный контракт на ремонт семи посадочных площадок на остановках. Коммунистическая на четной стороне по улице Советской Кирова, по четной стороне улицы Парковой в Нововятском районе. Большая гора по нечетной стороне деревни Большая гора Учхоз и другие. В планах завершить все работы до 20 сентября. Мы стараемся комплексно подходить к решению этой проблемы. То есть, если к остановке были, так скажем, натоптаны годами тропинки, то мы стараемся из этих тропинок превратить в современные тротуары, по которым люди даже в плохую погоду могут комфортно добраться. Сумма от полутора до двух тысяч рублей в ресторане на одну персону приемлема для 40% россиян. Это данные социологического исследования популярного интернет-портала. Чуть меньше трети респондентов закладывают в бюджет до тысячи рублей. Средний чек в пределах трех тысяч рублей готовы оставить за вечер 16% опрошенных. Остальные могут позволить потратить более трех с половиной тысяч рублей. При этом абсолютное большинство россиян ходят в ресторанные бары только по особым случаям и праздникам. Каждый пятый делает это раз в неделю. И только 6% едят в ресторанах ежедневно. Как часто кировчане ходят в кафе и рестораны и сколько на это тратят? Мы поинтересовались у них. Никогда не хожу уже. Практически только сын, если выводит. Хожу примерно раз в месяц. Но в кафе на одного человека рублей 300. Это чай с пироженкой. Я вообще не хожу ни в кафе, ни в ресторан. Выходные, как правило, по выходным. Чек, если без алкоголя, наверное, тысяча рублей, с алкоголем две тысячи. Ну, семейный чек, ну, на человека тысячу-полторы. Раз в месяц или в два бывает. Захожу с родными. Выходит рублей 700, наверное. Редко. Только с женой. Как заставить, так иду. Из семьи, там, из четырех. Ну, двое маленьких детей. Я с женой. Полторы, две тысячи. Выходит. Не очень часто. Примерно. Ну, тысячи три. Ходим достаточно часто. Если в неделю взять, там, два-три раза. Может быть, даже четыре. А средний чек, какой у нас средний чек? Наверное, где-то... Полторы. Полторы на двоих. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а в 13.30 продолжение сериала «Проводница». У меня на этом все. В студии работала Надежда Шабалина. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!